и выбираем уже созданный нами ранее шаблон это мой самый популярный удобный размер 1280 на 800 галочка артборд мы создали далее мы уменьшим чтобы вам показать в любое время можем изменить это размеры вот у нас есть такой инструмент под перемещением или просто вы можете нажать на артборд один где у вас написано и у вас появляются такие управляющие элементы и мы можем изменить размер макета в любую сторону по ширине нам не нужно вот вниз может очень часто пригодится так как неизвестна длина макета да всегда может быть по разному также вот эти управляющие элементы плюсики позволяют вам создать дополнительные артборда в пределах вашего вашего файла то есть если на первом артборде у вас будет страницами например главная страница сайта нажмем на плюсик у нас появляется еще один отбор здесь можно разместить страницу ну какую-то внутреннюю страницу продукта товара это удобно вот для чего нужны артборды мы работаем в пределах одного артборда так и перейдем непосредственно к созданию макета я придумал небольшую задачку например ко мне пришел клиент владелец типографии хочет сделать сайт для продажи принтов печати плитов на футболках я думаю знакома такая тема и мы сейчас примерно набрастаем как это технически будет выглядеть конкретно в дизайн вдаваться я не буду так как это творческая часть мы с вами рассматриваем то чтобы как им пользоваться потому что с творческой частью можно сидеть неделями техническая часть это то что у вас должно быть в рефлексах так вот у нас макет мы создали и сейчас мы рисуем фигуру выбираем фигуру прямоугольник сразу начинаем рисовать от угла а не обязательно рисовать ее по размерам произвольно мы вставали мы сейчас потом поправим а также воспользуемся направляющими нам нужна одна направляющая мы покажем правила рули с горячей клавишей ctrl r это вот такие вот линейки слева сверху за которые можно взять нажать на них и подтянуть и тем самым мы создадим направляющую также можно переместить прям схватиться направляющая нам нужно примерно по высоте отделить пикселей наверное 700 ну вот 702 так примерно окей это значит что мы сейчас отделили вот эту часть версии у нас будет первый экран экран нашего макета который будет помещаться в пределах вашего монитора когда разработчики сделают вот эта часть будет в пределах монитора все что ниже это будут уже остальные экраны у вас в домашнем задании будет как раз оперировать такое слово как экран я вот вам расскажу что один экран это та часть макета который попадает в пределах вашего монитора то есть без скроллинга без прокрутки таких экранов может быть очень много например лендинги какие-нибудь продающие насчитывают 10-15 экранов спокойно мы с вами делаем только первый экран создали фигуру у нас мы следим за палитрой layers что у нас придет такая фигура далее у нас есть изображение которое мы нашли заранее такое изображение мы вставляем его просто перетаскиваем из файловой системы мы можем менять размеры его рекомендую изменять размеры зажатой клавиши shift чтобы пропорции не искажались то же самое как и с фигурой здесь сверху мы можем изменять размеры если у вас написано в процентах вы хотите в пикселях просто правой кнопкой нажимаете изменяйте с персом на пиксел и то же так же у каждого объекта есть выравнивание сверху мы видим что мы можем выравнивать ее сверху к макету и по центру нам нужно так окей сейчас я вам расскажу что такое смарт а нет не смарт объект а режим обтравочная маска обтравочная маска да значит у нас задача чтобы наша фотография помещалась в пределы прямоугольника как мы это делаем идем в палитру layers выделяем слой с фотографией зажимаем клавишу alt помещаем курсор между слоями вам должно быть видно что курсор изменился появился квадратик со стрелочкой и мы нажимаем на это место и видим как наша фотография попадает в контейнер с прямоугольником если мы возьмем переместим за пределы прямоугольника она не уходит она как бы находится в нем это классный прием называется обтравочная маска но нам нужно так понятно ли я показал обтравочную маску то есть вы можете сделать любой например фигуру круг и тоже в нее вписать в какую-то фотографию да странно прокурсор ольга всегда то что должно вкладываться в объект должно быть сверху то есть контейнер куда должна попадать картинка или какой-то один всегда должен быть снизу если по уровням слоев так и все мы берем за прямоугольник за границей так далее что у нас есть у нас есть логотип здесь уже заданный логотип я просто перенесу его и использую так он нейтрально не остался не совсем туда логотип сверху вот так вот он получается у нас так далее у нас есть меню мы напишем меню выбираем текст инструмент текст текстовую строку вставим просто и вставляем у меня просто есть в буфере текст готовый сменю выделяем текст фоманта контрола меняем цвет на белый и сейчас делаем примерно 16 пикселей сделаем все буквы прописные и сделаем жирность шрифт жирный выберем какой нибудь сейчас выберем шрифт какой нибудь вот там два метра инструмент перемещения выбираем двигаем куда нибудь справа у нас всего три пункта готовы принтер создать слой и контакты так у нас далее есть текст такой рекламный текст рекламного характера который мы просто напишем делаем ему текстовый блок вставим его сюда видим сейчас изменим размер где нибудь может ворот пикселей смотрим как это будет да достаточно достаточно большой для заголовка нормально нормально окей и есть у нас под заголовок такой небольшой его достаточно написать текст и строкой выбираем текст убираем размер размер где нибудь 20 и неживное поставим у него лад окей по поводу текста сразу вам скажу что здесь не все параметры советую использовать например очень неправильно было бы использовать высоту шрифта в процентах и ширину шрифта потому что это будет искажать шрифт который специально разрабатывался типографом для использования да это было бы неправильно то есть это ошибка всех начинающих дизайнеров они пытаются проявить свою фантазию и изменять шрифт по высоте растягивать там по-разному это получается некрасиво и более того хуже читается также не рекомендую пользоваться искусственным искусственной жирностью и курсиум фотошоп такое позволяет но это плохо вот здесь вот так находится то есть мы можем взять еще и жирно и наклонно с листвами фотошопа но для этого существует уже специально заданные шрифтовые начертания да зачем нам использовать это вот это прошивки смотрите александр спрашивает про можно ли вложить что-то в слой БГ можно можно вложить только еще одну фигуру и несколько фигур можно вложить в разделах контейнера черного вложить в несколько уровней а картинку БГ не получится то есть мы можем попробовать да логотип тоже самое вложить но он вложится ровно так же как и ваша фотография все в один контейнер давайте объединить этот слой с картинкой с фоном в группу ctrl G и назовем два раза клики опишем BG background у нас самый нижний можно посмотреть что там и закрыть чтобы он не мешался так далее и нам нужна кнопка создать свой принт пишем текст текстная строка создать свой принт выделяем сделаем верни марк актуализацию чуть-чуть уменьшим шрифт модуль 16 думаю нормально сделаем кнопка пока не выглядит текст теперь мы выбираем инструмент инструмент прямоугольник создаем прямоугольник произвольный пишем ему размеры примерно 300 на 50 достаточно мы видим что слой создался перекрыл наш текст просто перемещаем его вниз текст и текст тверху давайте мы изменим цвет кнопочки какой-нибудь сделаем да может желтый а может давайте сделаем гардиентом здесь есть настройки гардиент думаю можно выбрать какой-нибудь гардиент выбираем из готовых здесь есть настройки можем тоже побаловаться вот эта кнопка помещается меняем положение чтобы водичка была с левой направо с желтым на оранжевый окей инструмент перемещения нужно выровнять Выравниваем наш текст по кнопке, выбираем два элемента через Ctrl и Command. Или мы можем выбрать в палитре слоев сразу два элемента и воспользоваться выравниванием. Обязательно может быть выбранный инструмент перемещения. Выравниваем по центру, по вертикали, по центру, по горизонтали. Все это можем объединить в группу Ctrl-G. Называем Button. Но текст плохо читается. Зайдем в группу Button. Выбираем текст со слоем. Слой с текста, точнее. И изменим на черный. Да, так лучше читается. Также добавим привлекательности к кнопке, приятности. Делаем закругление у фигуры. 15 пикселей. Ко всем. Минимо это ко всем. Ага. Все. Включилось. Вот так. Так, с кнопкой все окей. Далее. Плохо видно текст. Белый. Плохо видно на нашей яркой фотографии. Как же мы можем избежать? Выбираем слой с фотографией. И попробуем изменить ее прозрачность. Так как у нас под ней лежит черная фигура, темный фон. что должно быть все окей. Ставим ей прозрачность. 50%. А можно даже 75%. Я думаю, что так тоже хорошо. И далее мы воспользуемся сеткой. Когда мы уже все элементы накидали просто в наш макет, мы можем воспользоваться сеткой. Сейчас все выровняем. New Guide Layout. Автоматически у нас создалась сетка. Да, вот такое окошко появляется. Так, у нас все устраивает. Здесь все ровно. Сейчас все подвинем, все уменьшим. Так, выбираем логотип. Немножко его уменьшим. Примерно так. Тут может быть еще название, что угодно. Остановится на логотипе. Далее у нас есть меню. Мы его подвинем. Как раз по сетке по границе. Смотрите, я все выравниваю по колонкам. Не обязательно, чтобы логотип попадал ровно в одну колонку, в две. То есть так можно делать. Так, выровняем логотип. Меню по вертикали относительно друг с другом, чтобы было все ровно. Сгруппируем все это. Назовем Header. Я вам стучу правильные логики в слоях, чтобы потом сами не запутаться. Да и разработчикам было приятно работать с вашим логотипом. Можем немного повыше поднять. Далее берем главный текст. Примерно так от полагаемого. Тоже выравниваем по сетке по границе. А вот здесь я советую воспользоваться уже. То есть мы выбираем слой с текстом. И изменяем размеры текстового блока ровно по колонкам. То есть смотрите. Главная фишка в чем. Выравнивать нужно непосредственно по колонкам. Не по межколонченным расстояниям. Вот так нельзя делать. А вот так правильно делать. То есть тоже очень частая ошибка. То, что выравнивают по межколонченным расстояниям. Это плохо. Выравнили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь колонок у нас занимает текстовый блок. Разработчику будет приятно. Ольга, почему нельзя выбирать по межколонченным расстояниям? Потому что при разработке, когда ваш макет войдет в руки уставщика, чтобы он не сломал голову. То есть это техническая особенность. Если вам что-то не нравится, что-то не помещается, вы можете сделать свою сетку, либо поработать с размером шрифта. Отвечаю на вопрос, почему логотип так можно. Потому что логотип будет занимать не конкретно столько-то колонок. Не как текст. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Логотип занимает самую левую позицию относительно вашей сетки. То есть у логотипа может быть три колонки контейнер, и он будет просто слева находиться. Надеюсь понятно. То же самое и с меню. То есть мы шапку делим на логотип две колонки, меню, остальные восемь колонок. Логотип приравнивается к левому краю, меню приравнивается к правому краю. Это уже такие технические моменты. Я думаю, что дизайнерам это круто знать. Далее, кнопка. Выравниваем кнопку. Берем группу с кнопкой. Инструмент перемещения клавиши V. И вот так вот размещаем примерно. Немного больше расстояния делаем. Тут хочу рассказать о правиле внутреннего и внешнего. А вообще, кто знает правила внутреннего и внешнего? Вы видите, по графике относится, но и для выравнивания объектов. Ну, может быть, вроде что-то знакомое, да. Может оно так и называется. Смотрите. Правило внутреннего и внешнего говорит нам о том, что вот у нас задача. Точнее, как сказать. Все объекты, которые относятся к одному типу, они должны находиться рядом друг с другом. Объекты, которые относятся не к этому типу, должны находиться друг от друга. Например, это хорошо продемонстрировать заголовок с текстом. Например, на каком показать. Ну, вот есть у нас заголовок, да. Ну, точнее, вот у нас два блока. Есть текстовый блок, и есть блок с действием, с кнопкой. Они разные по смыслу, по функционалу. Нам было бы плохо сделать вот такое вот расстояние, да, одинаковое между всеми тремя объектами, потому что, ну, сливается и непонятно по логике. Поэтому мы делаем немного больше расстояния кнопки от всего текста блока. Но при том нужно учитывать, что сами два элемента текстового, под заголовком и самим заголовком, они должны находиться рядышком друг с другом. Потому что смысл текста как бы один виден. Ох, надеюсь, я понятно объяснил. То есть это о том, как работать с отступами. Вот такой у нас получился макет. Да, все правильно, Александр. Тут важно понимать, чтобы не лепить все в кучу, а достаточно разделять друг от друга. И, в общем, дизайн макеты любит воздух. Элементы любят воздух. Ольга, очень классно, что вы это на рефлексах все делаете. Значит, у вас хороший путь. Так, мы уберем нашу сетку. Посмотрим, как выглядит наша страничка. Примерно так она выглядит. Далее вы можете уже сами там продолжать. Макеты как угодно. Дальше делать остальные блоки. Как я уже показывал, увеличивать высоту. Но мы сейчас уменьшим. Ровно до границы нашего макета. Так. И все сохраняем. Посмотрим по логике. У нас все тут окей. Можно еще сгруппировать два слоя. Текстово. Назвать. И все окей. Теперь переходим к сохранению. Файл. 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 Ну, можно выбрать save или поставить. Я привык save as делать. Ухранить как. Обязательно смотрим здесь, чтобы было выбрано Photoshop. Пишем название файла. Не врезаем. Здесь смотрим галочки last. И пофель цветовой. Обязательно должен быть выбран sRGB. Окей. Все. Мы сохранили наш исходник. Потом можем в любое время к нему вернуться и продолжить манипуляции. Это самое важное. Есть исходник фотошоповский. Его вы будете передавать разработчикам. Далее вы можете сохранить для всех этих исходников. Смертных. Обычный JPEG. Как это делается? Переходим в export. Export as. Почему так? Там есть, конечно, другие сохранения. Но я рекомендую сделать так. Сейчас здесь просто существует много настроек для сохранения. Здесь такое целое окно. Интерфрейс. Сохранение сейчас он обработает на файл. Да, Ольга, правильно включите проект в зоне нагрузки. У нас есть один artboard. Если у вас будет несколько, то здесь будет несколько. Каждый сохранится отдельной картинкой. Здесь можете выбрать, как сказать, масштаб. То есть 100% 1x или 2x. Если ваш дизайн для ретины. Здесь справа выбираем файл PNG JPEG. Кто-нибудь знает, чем JPEG от PNG отличается? И какой нам выбор для сохранения? Как вы думаете? Как вы думаете? Да, все верно. ПНГ сохраняет прозрачность, но PNG не только для интернета. Для интернета любые форматы, которые состоят из пикселей. Мы сохраняем в JPEG. Здесь мы выбираем quality, качество. Я обычно ставлю 75. Это 3,4. И я бы сказал, что это никак, ничем не отличается. Вы не увидите просто различия между 75 и 100% сохранением. А разница в весе будет нормальной такой. Мы видим, что здесь у нас 208 килобайт занимает картинка. Это более чем. Так, здесь мы ничего не трогаем. Все оставляем на месте. Нажимаем Export All. Вставляется окошко, пишем название файла. Нажимаем ОК. Все, мы с вами сделали макет дизайна. Самый простенький и самый, что ни на есть, чтобы показать, как это делается, как правильно. Если какие-то вопросы у вас, пожалуйста, спрашивайте. Продолжение следует...